Мы продолжаем историю предпринимателей Ямала об их антикризисных стратегиях. Меня зовут Дарья Сунцова и сегодня в студии Артур Галимулин, основатель медицинского центра «Сибирское здоровье» в городе Ноябрьск. Артур, здравствуйте. Как у вас настроение в это сложное время? Стало, может быть, наконец-то чуть больше работы. Может быть, она не такого плана, которого была раньше, но это все равно работа. Это уже радует, что мы востребованы и мы задействованы в чем-то, и люди заняты. Ваш частный медицинский центр оказался на передовой борьбы с пандемией. Вы делаете анализы на COVID-19. Как вы сумели перестроиться с вашей основной работы на такое направление? И какие результаты для бизнеса это дало? Перестроиться, наверное, получилось, потому что у нас все-таки малый бизнес, и мы такие мобильные, мы еще не обросли бюрократии, как, скажем, крупные какие-то учреждения. Поэтому, наверное, удалось быстро переквалифицироваться, перенастроиться и заняться диагностикой, в частности, COVID-инфекции, в том числе и сдерживанием на месторождениях, на постах, организации постов на месторождениях и буферных зон и так далее. Наверное, это все-таки связано с тем, что малый бизнес, он как раз вот очень гибкий, да, и другого выбора совершенно нет. Вы знаете, мы делаем анализ наших участников премии «Бизнес-Успех» именно по их мотиву для старта бизнеса. Примерно в третьих случаях люди говорят, что я родился предпринимателем, я всегда мечтал об этом, это мой путь, я не представлял себе другого. Примерно в третьих случаях это было осознанное решение после работы в крупной корпорации, а для 30% это действительно вот не было другого выхода, да, это была какая-то вынужденная мера для того, чтобы кормить свою семью и чувствовать себя достойным, высокооплачиваемым профессионалом. Я смотрю показатели вашего медицинского центра и до 2020 года, ну, вероятно, и сейчас тоже, вот в цифрах как будто бы все удалось неплохо. Как у вас по ощущению? Такого ли ждали вы от предпринимательства? В мединституте еще вот момент такой есть, готовят специалистов, то есть вот именно специалистов, там, скажем, терапевтов, хирургов, гинекологов, абсолютно как бы нет подготовки к административной какой-то деятельности, к хозяйственной деятельности. Там было трудно привыкать, да? Абсолютно, да. Какие-то новые проблемы, которые свалились. Нет вообще, там, не преподают никакие финансы, ни другие аспекты, да, управленческие какие-то моменты. Вот этого не касается абсолютно мединститута. И когда ты начинаешь заниматься там предпринимательством, то есть ты совершенно должен перенастроиться. То есть и специалиста там узкого, очень узкого, да, анестезиолог там занимается условно ведением тяжелых больных и наркозом, да, а ты должен вдруг там заниматься хозяйством. То есть что было самое сложное, скажите? Люди, финансы, быть одновременно и завхозом, и руководителем. Все вместе, как бы ты начинаешь постигать это все с нуля, тебя никто этому не учит, и методом проб и ошибок это все происходит. Конечно, со временем появляется запрос на самообразование, и без этого как бы идти дальше невозможно. У меня вот этот запрос появился в этом возрасте, наверное, да, появился. Это очень любопытно. То есть вот у вас какой-то был внушительный стаж в бизнесе, когда вы думали, что я все знаю, я лучше разберусь на своих ошибках. Нет, когда все идет на чутье, скажем так. Это все вот такое некое чутье, там третье чувство, ты там чувствуешь, что вот надо столько услуг, там надо столько персонала, надо там... Вот это все на уровне чутья. Но когда доходишь до определенного момента, ты понимаешь, что тут нужны какие-то знания, то есть знания, там, считать какую-то себестоимость, да, услуг, там, да, начинать работать с персоналом каким-то образом, потому что с персоналом тоже не все так гладко. А вы вот, ну, когда поняли, что вам не хватает этого знания, вот как вы, где искали эти знания, как вы учились? Сейчас интернет, слава богу, есть, да, начинаешь там гуглить, смотреть, там, чего, где люди-то общаются, на каких площадках. У нас есть ассоциации, да, СРО так называемые, вот, как бы я обнаружил там некое СРО, поехал, как бы, к ним на слетное, да, там, на собрание СРО. Причем это СРО, скажем так, оно... Такая сила сообщества, сообщества в частной медицине. Да, собираются люди, там, медики, такие же, как, ну, примерно я, да, только с центрального региона. И вот я приехал вот с СРО, как бы, они удивились тоже, все говорят, вот, у нас появился, говорит, новый, там, член, так называемый, да, с Ямала приехал. Все, говорит, все спрашивали, там, где это, там, Ямал, ну, мало представляет. Ну, и вот на этой площадке, как бы, вот есть такие активные люди, которые вносят, там, законопроекты какие-то, там, обсуждают это все. А какое было самое такое правильное решение, которое вы сделали как предприниматель? У меня была задумка начать реконструкцию здания. То есть у нас здание состоит из двух этажей. В прошлом году я сделал проект реконструкции, в котором нарисовал введение в эксплуатацию подвала, третьего этажа, четвертого этажа и пристройка лифта снаружи здания, который будет ходить с подвала до четвертого этажа. Я рассчитывал, как бы, сделать только подвал. Большие затраты, думал, там, и так далее, и так далее. Когда начался кризис, и в этот период я подумал, что людей нет, кабинеты пустые. Вот если я сейчас начну долбить отбойными молотками, попробуй начни реконструкцию тогда, когда полные кабинеты, там, пациентов. Ну, это вообще нереально. А вот это самый такой период. И вот я не знаю, правильно я, неправильно сделал. Я пошел на масштабную реконструкцию, взял там два кредита. И, как бы, занимаюсь сейчас немножко не успеваю, но ничего. Думаю, до конца года мы дожмем это, доделаем для того, чтобы создать. В следующем году уже, как бы, добавить там новые услуги, новые проекты, значит. А скажите, а у вас есть конкуренты? Ну, вот, в вашем регионе, как вы к ним относитесь? Я придерживаюсь того, чтобы с конкурентами не бороться. Вот у меня принцип такой. Почему? Потому что, когда ты с кем-то борешься, даже вот в борьбе, ты человека укрепляешь. То есть вы сами по себе, строите самые лучшие, четырехэтажные, с подвалом медицинский центр «Сибирское здоровье», а конкуренты сами по себе. Не было бы конкурентов, мы бы не стремились там стать больше, лучше, там, и стремления бы никакого не было. То есть я считаю, это нормально, и это должно быть, потому что это тебя стимулирует. Без этого, как бы, можно просто остановиться на месте, раз ты остановишься, то все. Да, остановиться, закрыться и ждать лучших времен. А, например, не открывать новую лабораторию ПЦР, как сделали вы. Вы вот в это сложное время еще и расширили, диверсифицировали услуги, правильно я понимаю? Да, мы добавили ПЦР-лабораторию, плюс в своей иммунологической лаборатории мы стали делать тесты на антитела, вот, ковид в том числе. То есть это тоже данных анализов у нас до этого не было. Мы добавили, расширили лабораторию за этот период, как бы, это для нас тоже такой некий прорыв получился, текущий. К тому же ПЦР-лаборатория, ведь она не делает только тесты на ковид. Это в последующем диагностика гриппа, диагностика других вирусных, вирус попеломы человека, вирусы, передающиеся там, заболевания, передающиеся там половым путем. Скажите, а что дальше? Вот у вас есть план развития на год или на пять лет вперед? Что вы вот планируете делать своим бизнесом? Все, в общем-то, занимаются одним и тем же, наверное, либо начинают масштабироваться, идти дальше, либо, как бы, приготовить продажи. Вот одно из двух. Не скажете, какое, да? Что получится? Да, не знаю. Ну, бывает, что бизнес на всю жизнь. Вы знаете, я много общаюсь с предпринимателями именно сферы малого и среднего бизнеса, и для многих из них предпринимательство, вот конкретный проект, это действительно дело жизни. Ну, то есть, не продать, не кому-то передать, они не могут даже представить себе такой сценарий, а вот заниматься, заниматься всю жизнь, это как бы вот такая самая распространенная история. Один из наших экспертов, член попечительского совета премии «Бизнес-Успех», основатель компании «Коника» Андрея Леопова говорит, «Вот я в пятом поколении занимаюсь своим бизнесом, моя цель, чтобы это продолжалось и дальше, и после меня передать своим детям». Мне кажется, что такие важные бизнесы, ну, социальная направленность, как медицина, они тоже могут иметь очень длительную деятельность, ну, даже больше, чем жизнь, да, то есть, которая продолжается дальше. Ну, знаете, мы не можем предугадать, чем будут там наши дети заниматься в дальнейшем, то есть, они все разные абсолютно, да, то есть, и кто там выберет какую дорогу, там, и кто-то, может быть, и подхватит, дай бог, и станет там заниматься предпринимательством, там, бизнесом, да, из них. Поживем, увидим, посмотрим. А вы советуете или нет? Я не против. Вот, честно, старший вот мой сын, да, он сейчас учится здесь, в Москве, на третьем курсе в МФТИ, он вот как-то сказал, вот, мне нравится папина специальность. Почему? Ну, потому что он, в отличие, там, ну, когда мать работала, там, в ГБУ, там, в государственном бюджетном учреждении, да, он, в отличие от мамы, там, может в любое время сесть на самолет и улететь. И приехать ко мне. Ну, это очень, да, лично заинтересованно. Да, он по времени сам себе хозяин, как бы, и никто, как бы, его не ограничивает, там, вот он, там, сегодня, там, надумал, все, и поехал. И приехал. Ну, вот, а вы порекомендуете своим детям предпринимательство, это хорошая судьба? Или, вот, количество проблем, рисков и ответственности зашкаливает? Да нет, я, конечно, порекомендую. Я бы хотел тоже, чтобы они занимались, вот, не знаю, бизнесом, это здорово. Ты можешь реализовать какие-то идеи, которые, как бы, абсолютно кажутся безумными некоторыми иногда. Вот, знаете, как бы, у меня вообще, если так вспоминать, сейчас, вот, там, допустим, откатиться назад, да, там, работая, там, в Центральной городской больнице, анестезиологом, да, я, там, начинал проект по созданию отделения искусственной почки. У нас не было в городе гемодиализа, и, там, получилось так, что я, там, занимался эфферентными методами лечения, то есть, там, плазмоферест, ну, в общем, очистки крови. Сложные современные методы, которых раньше не было. Да, да, будет, там, вот, говорить так, да. И, там, начиная, там, этот, этот проект, там, бегал, доказывал его необходимость, да. То есть... Никто не верил. Никто не верил. Все говорили, не было никогда у нас этого, и хорошо жили. И будущий главный врач тогда, он еще не был главным врачом, а он был, там, заведующим отделением в то время, он мне сказал, то есть, тебе никогда этого не доби, это никогда не разрешат, этого никогда не будет. Ну, просто, вот, никто не верил. Хотя, сейчас, вот, ну, мы, там, с командой, там, из трех человек, тогда, да, там, создали, по сути, с нуля отделение гемодиализа. Сейчас, там, порядка 20 человек в городе, там, абсолютно не имеют, там, почек, да, функция почек на нулях, они на ноле, то есть, почки не работают, они живут. Подарили им шанс на жизнь. Да, три раза в неделю, получая гемодиализ, люди живут. Деление функционирует, более того, оно сейчас, как бы, полноценное отделение, и все это работает. То есть, вот, это, как бы, был, сейчас вот так вспоминаю, это, как бы, своего рода бизнес-проект. Внутри. Да, в рамках государственного бюджетного учреждения, вот, он, как бы, состоялся, и это, как бы, может быть, и это, как бы, в какой-то степени мне придало, вот, такой вот, уверенности, что вы можете создавать, можете создавать новое, того, чего не было раньше. Как изменилась ваша жизнь с предпринимательством? Ну, кроме того, что теперь вы распоряжаетесь своим временем, вы можете приехать, куда вы хотите приехать, независимо от рабочего графика. Эта деятельность меня каким-то образом, там, я не знаю, еще заставляет, не заставляет, а так, в силу своей специфики. Мне приходится общаться с, во-первых, с предпринимателями в городе. Очень много, как бы, да, встречаюсь. Скажите, интересные люди, да? Очень интересные. То есть, я там вошел в совет предпринимателей. Все взаимосвязано, на самом деле, как бы, ты, там, общаясь в одном месте, там, тебе волей-неволей приходится заниматься и другой деятельностью, общественной, в том числе, там, и так далее. То есть, мне все это, ну, безумно нравится, честно говоря, как бы, участвовать в каких-то там проектах. В частности, вот, удалось поучаствовать в городском проекте, так называемое инициативное бюджетирование. Да, очень известная история, конечно, я слышал, идет во многих регионах. Да, вот мы, как бы, своей командой заявили некий проект в городе. Мы прошли, победили с этим проектом. А что вы сделали? Сделали надпись такую интерактивную, буквы «Ноябрьск» в городе, в нашем, где они, во-первых, будут светиться, во-вторых, они интерактивные. В них будут качели расположены, там, внутри этих букв. А, то есть, такое, как элемент благоустройства. Да, 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 элемент благоустройства. С брендом территории «Ноябрьска». Да, и он расположен на таком высоком месте, будет виден издалека. Вот некий такой тоже сделали проект. Слушайте, вы знаете, почему я считаю предпринимателей интересными людьми? Потому что им всегда, вот таким людям, как вы, интересно все вокруг. Да, то есть, казалось бы, есть свой центр и занимайся им, но нет. Важно продвигать инициативу, важно менять и среду вокруг. И это, так, знаете, вызывает огромное уважение, что вот вас касается гораздо больше, чем просто ваш бизнес. Меня устраивает абсолютно жизнь на севере. К тому же я начал говорить, как бы, у меня там появились увлечения, там такие, как рыбалка и охота. И как раз эти увлечения можно только вот в этом месте, я, наверное, думаю, и как бы осуществить, потому что больше нигде. Там приедешь, допустим, в Екатеринбург. Да, конечно. Все другие регионы вообще не такие красивые. Там рыбалки нет никакой. Там ни рыбалки, ни охоты там нет. Поэтому, как бы, я живу там, где меня устраивает. И, как бы, абсолютно. Я от всей души желаю вам удачи и успехов в изменении вашего родного города к лучшему. И, конечно, медицинские учреждения, медицинские центры, и в том числе ваш медцентр «Сибирское здоровье». Это важная составляющая для тех людей, которые там живут. Это был Артур Галемулин, основатель медицинского центра «Сибирское здоровье». Мы продолжаем серию интервью с предпринимателями «Ямала». И на следующей неделе в эфире РБК мы ждем интервью с Натальей Шлемкевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова